Полигоны вдоль Волги – это не наш выбор. С этого начал Станислав Воскресенский совещание, посвященное первым итогам года работы регионального оператора по обращению с ТКО. Во главе угла экологии, природа края, которую важно сохранить. Много на нас выходит инициативных инвесторов с предложениями и мусоропеработки, и мусорожигания. Мы относимся очень к этому аккуратно. Объясню почему. Нам эксперименты не нужны. Не нужны решения, которые выверены, опробованы. Мы пойдем на те решения, которые нам будут продемонстрированы, как они работают и довольны ли качеством этих решений жители того региона, где они уже опробованы. Чтобы справиться с проблемами мусорной реформы, Станислав Воскресенский лично утвердил план по их решению. И многое правда сделано. Пересмотрен стандарт субсидий стоимости жилищно-коммунальных услуг. Субсидии теперь распространяются и на вывоз мусора. Компенсации смогут получать 45 тысяч семей. Действуют льготы для многодетных. Независимо от количества детей, счет выставляется только на троих членов семьи. Организовано 77 дополнительных пунктов выдачи бесплатных мешков для мусора. Это для территории, где сбор бесконтейнерный. Новых контейнеров за год установлено 3800 штук. Налажена работа с ОНФ по выявлению стихийных свалок. На нашем ресурсе картосвалок федеральном было отмечено 146 объектов. Из них 103 убраны. Это совместно с рекоператором. Работают очень оперативно, качественно. Я понимаю, что за это берутся деньги. Но, по крайней мере, обратная связь работает очень хорошо. Между тем, не все, что поручал губернатор, выполнено. Не все мусоровозы оснащены системой ГЛОНАСС. А значит, невозможно отслеживать добросовестность их работы. По-прежнему не выверены базы данных. Спустя год жители все еще жалуются на двойные начисления. Вместе с тем, на многих контейнерных площадках наблюдается переполнение контейнеров. Прежде всего, переполнение контейнеров обусловлено либо некорректными данными о численности проживающих граждан, либо нормативы накопления отходов ниже фактического объема накопления. И, соответственно, не отвечают действительности. Следовательно, необходимо первоначально, совместно с органами местного самоуправления актуализировать базу данных о проживающих гражданах. После чего будет понятно, соответствует ли норматив накопления фактическому или ниже фактического. Сегодня тенденция к тому, что реформу удастся поставить на рабочие рельсы, есть. Рекоператор, правительство и органы местного самоуправления приступили к обсуждению дальнейшего плана действий. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.